Привет всем новичкам и матерым игрокам. Во-первых, с наступившим новым годом еще раз. Во-вторых, спасибо за поддержку каждого из вас, кто на стриме передавал поздравления. Было приятно послушать и пообщаться. Ну а это видео я выпускаю по запросу массы, так как видео с новогодним событием набрало больше 200 лайков, где я пообещал показать кого выгоднее фармить, чтобы вы могли получить ваши заветные карточки. Думаю, видео будет коротким и по факту. Пацан сказал, пацан сделал. Если это видео наберет минимум 200 лайков, я 100% сделаю видос про фарм карточек. Пусть даже если он выйдет перед окончанием ивента. Вы набрали 200 лайков, за что я вас благодарю. Вы просто лучшие. Так вот, в группе ВК я специально сделал уточняющий опрос. Точно ли вам снимать это видео? Как видите, большинство проголосовало за. Так что ловите инфу и про лайк с подсписочкой не забудь. Ну а с вами Старина Бургуон, погнали! Не могу не прокомментировать тот момент, что все перестали фармить оленя. Желания хватило ровно на день. Чё нахуй! Идак! И мало кому интересно им заниматься, так как лут никакой и затраты с временем большие. Пишите в комментариях, чем вы были недовольны на событии Морозный Олень. Благодаря одному персонажу Стикомфирс, я смог получить подробную информацию по выпадению карточек почти со всех профитных мутантов. И вот что вышло. Выпадение непосредственно связано с удачей, премом и вашим желанием потратить кучу времени на фарм тех или иных мутантов. Удача мало влияет на шанс дропа, но прем сильно влияет и эти цифры сделаны с ним. Без према отбавляйте одну-две карточки. Итак, в игре есть разного рода события. По их прохождении падает в среднем 9-15 карт. Будь то события с побережья или на полигоне. Вот например с купола побережье упало 12 карт. Не ленитесь, если где-то видите, закрывайте их. С боссов тоже падает более-менее. С мамаши 9 карт, а с симбионтов в бункере 13 карт. С краба тоже в пределах этого получите, как и с других авторитетных мутантов. Причем даже с маленьких крабов падают карточки, где из 10 убитых выпало 4 штуки. А крабов там много, как вы знаете, и лесаются норм. Если сходите на токсичных пауков, то получите из 10 убитых также 4 карты. Сразу скажу, что это неточные данные. Все зависит от удачи и шанса выпадения. Вы можете из 10 получить как 4 карты, так и больше или меньше. Это инфа примерная, но опираясь на нее, вы сможете нафармить на какую-нибудь шмотку без проблем. С матерых кабанов и боровых падает непонятно как. То много, то мало, но как я говорю, дело в вашей удаче. Бывает из 10 падает 1 карта, а бывает 5 и больше. Поэтому тут непонятно. Наблюдателей также падают, как из кабанов. Матерые ящери уже не так актуальны, как в прошлых разах. Скорее всего их разрабы подкрутили, так как из 30 убитых выпало всего 4 карты. Если вы двигаетесь в районе болот, то можете пофармить на блюнах, где из 40 убитых вы можете получить около 10 карт. Рыбаков в стороне не обошли, где из 10 выловленных рыб вы получаете примерно от 2 до 5 карточек. При раскопке НДП камней в зоне отчуждения можно заработать 1-2 карты из 10 выкопанных мест. На побережке самый четкий способ из всех и незатратный. Это фармить скрытный. С большой вероятностью за 1 заход вы будете получать около 20-40 карточек. На заход уходит примерно 40 минут. И жетонов насобираете, и биоскрытные на продажу попутно. Падает с них по 1 или 2 карточки с 1 скрытня. Лучше идти с Торалой. Но если вы хамк или инженер, то идите с напарником, и все будет гуд. Также профитный способ фарма карт плюс жетоны это голиафы. С каждого выпадает по 1 карте, плюс в идеале получите хороший лут. Но это уже для майтерых больше. На картах в вилке есть всякие заброшки и деревушки. Если будете их лутать, так же получите много карточек. Например, залутав санаторий, вышло 10 карт. Но это если до вас там никого не было. С медведей за 6 убитых не выпало ни одной карты. Либо не повезло, либо они сейчас не вариант. С одной навороченной кирки без према вышло всего 6 карточек за 1 час. Не выгодно. С премом может было бы 10-15 карт от силы. Кирку очень сильно выкрутили. Так что если у вас вышло больше 10 карт за 1 час, то вам просто повезло. Если у вас есть какие-либо профитные места, пишите в комментариях, чтобы все знали, где можно хорошо пофармить. На оленя так вообще все забили. Тяжело. Есть один безумно крутой способ фарма. Для него нужны сокланы или друзья. Идете в 2-3 тела на скрытни, мочите их. Каждому может упасть по 1-2 карты. Итог у вас от 3 до 6 карт с 1 скрытня. И за один заход у вас может выйти около 50-70 карт. А это на секундочку очень хорошо. Но для этого нужны преданные сокланы или друзья, что не кинут вас и помогут. Также можно бегать и на блевнов или других мутантов. Что в итоге, так убивайте боссов и фармите события. По мутантам самые профитные это токсичные пауки, блевуны и скрытни. Не забывайте, что конкуренция везде есть и не все бывает радужно. Но после нового года все спят в умат пьяные. Или опохмеляются сбудуно. У вас есть шанс в одного лутать всех мутантов. Дерзайте. А с вами был Старина Барбон. Не прощаюсь. А впереди еще 3 дня и 3 ночи. И шашлычок под коньячок, вкусно очень.